Расторгуевская библиотека Ребят решили познакомить с историей возникновения сразу двух праздников, прошедшего недавно Дня Семьи Любви и Верности и грядущего Дня Взятия Бастилии. Руководитель кружка «Учимся игра» Елена Токазова также рассказала школьникам об основных символах Франции. В честь Божьей Матери был построен этот собор, он строился очень долго, в нем совмещены разные архитектурные стили, вот это он во время пожара, к сожалению, здесь изображен, и ему 950 лет. Но основной акцент сделали на самый семейный праздник. Ребята узнали историю жизни и любви покровителя семьи врага, святых Петра и Февронии. И он с поклоном, хоть ему и было стыдно, но он пошел к Февронии. Как вы думаете, она его прогнала? Нет. А что сделала? Вылечила. Вылечила, конечно. И несмотря ни на что, на разницу их положений, да, все равно Петр на Февронии женился. Поговорили также и о символе этого праздника, ромашке, и значении слова «семья». А затем ребятам предложили на выбор сделать аппликацию из бумаги, либо посмотреть мультфильм. Большинство выбрало мультик, а вот Аня Шиповалова принципиально отправилась делать поделку. Мультик. Ты только портишь свое зрение, а сейчас ты можешь сделать какую-нибудь поделку, что-то своими руками. Это будет полезнее, чем какие-то там мультики смотреть. Всем ребятам урок в библиотеке очень понравился. Правда, каждому по-своему. Мне понравилось здесь все сегодня. Вот как мы делаем вот такие вот поделочки. Мне понравилось все. Прям очень-очень все понравилось. Мне рассказали про Петра и Февронию, и про Францию, что мне рассказывали, что мы мультик смотрели. Про Париж. Про Париж, так? А что запомнил про Париж? То, что там сгорел Ноттердам. Словом, день прошел плодотворно, и ребятам будет, что рассказать о некотором и показать вечером родителям. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.